Все мы знаем, что сегодня в Алматы произошел террористический акт, который привел, к сожалению, снова к человеческим жертвам. Я выражаю соболезнования близким погибших полицейских и местным органам, соответствующим ведомствам, принять все меры для того, чтобы поддержать семьи и помочь, как положено по закону, и все, что необходимо сделать. Правительственные органы работают, разбираются, что к чему. Поэтому я пригласил сейчас вас, чтобы прояснить ситуацию, заслушать министра внутренних дел, представителей комитета национальной безопасности, чтобы определить дальнейшие действия. По сути дела, сейчас и второе установлено, он оказался просто водителем, сейчас проверяем причастность. Оружие изъято, все, кто участвовал, задерживались сейчас. Но сейчас в аналогии хотел еще доложить, что сегодня в 10 часов 54 минут неизвестный преступник подошел к Алмалинскому РОВД и подошел к постовому, который, когда потребовал документы, достал пистолет и произвел два выстрела в него. Ранил его, завладел его автоматическим оружием и произвел несколько выстрелов в сторону дежурной части, а также несколько выстрелов произвел стоящих во дворе РОВД людей. При этом здесь четыре полицейских получили ранения, и один гражданский, бывший наш пенсионер, он получил семилитерное ранение. Вот это гражданский погибший. После этого преступник выбежал на улицу и остановил автомашину, сел в нее, от которого мы считали, что вторым, он оказался под угрозой его, заставил поехать на Байзаха улице и по дороге произвел еще несколько выстрелов, ехавший на вызов патрульных автомашин. Подъехав к зданию комитета национальной безопасности, он вышел и открыл огонь еще по одной патрульной автомашине, ранил еще двоих наших сотрудников. Воспользуясь этим, вот этот водитель и сбежал оттуда. Мы его сейчас нашли. После этого он остановил еще одну автомашину, где сидел старший лейтенант пограничной службы. Значит, с ним доехал до улицы Абая, но тот оказал по виду сопротивления. Ну и когда он к третьему адресу подъехал, там уже вступил перестрелку с нашими полицейскими, которые дежурили на посту. Вот один получил, правда, смертельное ранение, а второй смог его ранить и одел наручники. И изъяли все оружие. Пистолет, которым он стрелял, наш полицейский возле Роводы, нашли возле Роводы, автомат изъяли там. Ночью, 3 часа 52 минуты, он совершил убийство женщины. Значит, ночью у нас есть свидетели. То ли ссора была с женщинами, значит, легкого поведения, одна из них гражданка из Узбекистана. Он подошел к машине, где она сидела. Таксиста попросил, значит, включить свет. Когда тот отказал, он открыл стрельбу. Вот с этого же самого пистолета. Потом угнал эту автомашину. Мы нашли эту машину вместе с погибшей женщиной. Куликбаев Руслан Новокузбаевич. 11 июня 1990 года рождения. Выроженец из Логинской области. Ранее проживал в городе Байконур. Женат. В настоящее время жил в поселке Интымак Ильейского района в Матинской области. Занимался торговлей сотовыми телефонами. 27 августа 2010 года осужден Инбекшинским районным судом города Ченкем по статье 178, часть 2, грабеж с применением насилия. 8 мая 2012 года уже был осужден Казалагинским городским судом по статье 251 незаконное приобретение и хранение стрельного оружия. К 2 годам 11 месяцам лишения свободы. В тюрьме в колонии он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся. По линии правоохранительных органов в порядке в городе надо принять необходимые меры. Оказать соответствующую психологическо-материальную поддержку родственникам погибших, родителям, семье. Все, что положено. Мы потом еще к этому вернемся. Места массового скопления граждан защитить. Сейчас надо принять неотложные меры по обеспечению здоровья тех, кто там ранен и оказание помощи. Провести расследование до конца, обеспечить информирование населения города Алматы, чтобы их успокоить и обеспечить в целом общественное спокойствие. И регулярно информировать население, потому что сейчас пойдут слухи, там взрывают, там поставили это и так далее, и так далее. И жестко пресекать панические провокационные слухи, провокаторов выявлять. Я вот заявляю, в этих острых случаях, если начнутся провокации врать и провоцировать через интернет, через сети, будем строго наказывать. Министерство внутренних дел вместе с оперативной группой вылететь в Алматы. Уже, наверное, вылетели, да? Ты сам езжай туда. Совместно с Акимом обеспечить необходимое информирование и все меры стабилизации обстановки в городе. Граждане города, Алматы и остальные должны быть уверены, что мы принимаем самые решительные беры на ведение порядка везде. Поэтому сейчас вот после таких событий во Франции один человек на грузовике задавил столько людей. События сейчас в Турции и начнут сейчас будоражить обстановку. Поэтому информационное поле Казахстана строго должно держать руку на пульсе и, соответственно, реагировать по всем вопросам. Так что вот это оперативные меры, которые сейчас немедленно надо проникать.